Приветствую вас, автор вопроса. Оглое, я так полагаю, что это ваше имя. Вот, не знаю, настоящее оно или нет. Смотрите. В целом, вы демонстрируете довольно хорошие, как бы, признаки того, что у вас есть в какой-то степени самостоятельное мышление. Вот. Ведь это здорово, что оно у вас есть. То есть, что вы не хотите, вот, подчиняться тем законам, всем стереотипам, вот, которые имеют место быть в вашей, скажем так, среде. Вот. Это здорово, что вы так действуете. Это здорово, что вы к этому стремитесь. Вот. Но, есть, конечно, и проблема, в первую очередь, такая, что вы стыдитесь своих чувств, вы стыдитесь своих желаний, очевидно, очевидно, что вы их стыдитесь. И, в общем-то, на мой взгляд, это является одной из самых главных проблем, потому что мне очень понятно, что это означает вообще ваши чувства. То есть, вот, а влюбленность к молодому человеку и желание, например, быть с ним, это любовь или это что-то другое? Потому что, с точки зрения, например, с точки зрения тех же отношений, с точки зрения психологии отношений, но у вас не совсем здоровые отношения к молодым человекам, вот, потому что они свидетельствуют о наличии у вас страхов перед близостью. И мне, в общем и целом кажется, что именно в этом направлении вам нужно двигаться. То есть, вам нужно двигаться именно в направлении исследования того, в качестве, кого вы видите, своего молодого человека, как он вам видится и с чем, к примеру, связано. Ну, на самом деле, довольно быстрая влюбленность другого мужчину, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если вы любите одного человека, то вы не можете любить другого. И, в общем-то, перед, перед другим человеком у вас, вот, есть такое ощущение, что перед другим человеком вы просто воспитываете какое-то чувство вины, да, какую-то, вот, может быть ответственность, ну, перед, вот, перед, перед ним, перед другим мужчиной. Вот, и здесь, конечно, конечно, очень важен вопрос вашей уверенности в себе и в самооценке, вот, потому что сейчас с этим есть, на мой взгляд, проблема, вот, потому что вы, вы готовы быть в токсичных отношениях, вот, вы готовы, собственно, ждать своего мужчины, несмотря на то, что он еще не расстался с девушкой, и вообще, на мой взгляд, ведет себя довольно пассивно, вот, ну, как бы, в отношении, в отношении вас, мне кажется, ведет себя довольно пассивно, потому что, когда вы принялись ему, он проявил, в общем-то, скорее, пассивную реакцию, между прочим, активную, и согласился с вами, в том, что, собственно, это, это нужно забыть, да, то, что он, как бы, вот, не пошел вам навстречу, и, на мой взгляд, это, как-то, говорит о, ну, как минимум, о какой-то его, такой вот, может быть, может быть, ну, может быть, неуверенности, да, может быть, страхи, вот, может быть, о чем-то еще это говорит, ну, так или иначе, мужчина, он не слишком уверен, в себе не слишком активный, вот, и, в общем-то, его чувства к вам, они находятся, ну, на мой взгляд, под вопросом определенным, вот, я не хочу сказать, что он плохой, конечно, ваш, ну, ваш мужчина, вот, ну, я хочу, просто, чтобы вы, вот, понимали, понимали это, я хочу, чтобы вы, ну, отдавали себя все, вот, я хочу, чтобы вы понимали, что человеком, может быть, не все так просто, да, не все так гладко, потому что он, вот, как-то готов, значит, ну, я не знаю, на вас ответственность перебросить, по факту-то, за себя, за свои действия, поэтому вам нужно здесь больше ориентироваться на себе, да, на себя, и разобраться в себе, вот, значит, что происходит сейчас, значит, сейчас вы говорите, что, эм, он оттягивает моменты, он не хочет с вами сейчас в отношения вступать, вот, он настроен больше на то, чтобы, значит, сделать все сам, и вы не знаете, как с ним общаться. Я думаю, что исходить нужно исключительно из своих желаний, да, но вообще для начала все-таки разобраться в своих чувствах, вот, потому что у меня есть подозрение по поводу того, любите ли вы на самом деле мужчина или нет, вот, у меня есть подозрение на эту тему, и я думаю, что для начала с этим нужно разобраться вам со своими ощущениями, со своими переживаниями, вот, и дальше уже, я думаю, будет как-то, эээ, ну, более, более понятно, эээ, куда вам идти, эээ, ну, по жизни, дальше, да, то есть у вас вот есть ощущение, что у вас, эээ, нет, какой-то вот такой, такой, знаете, эээ, своей, эээ, своей, ну, цель, что ли, ээ, вот, возможно. Нет ощущения, что у вас, эээ, есть, ээ, какой-то, эээ, какой-то, такой, знаете, эээээ, свой ориентир, куда бы вы, эээ, двигались, ну, ну, двигались, мне кажется, что это, вот, эээ, проблемы, эээ. Ну и кроме того, что психологи вообще советов не дают, они помогают разобраться с чувствами человека. Вот вы говорите, да, как правильно выйти из этой ситуации, из какой ситуации, то есть вот из какой ситуации, что мужчина хочет, чтобы все было, условно говоря, по его, а как из этой ситуации выйти? Если вы его любите, например, действительно любите, то вам нужно это, ну, принять это, вот, принять. Если вы не готовы принимать, ну, значит мужчин не совсем ваш. Вот, если вы хотите ждать, то, ну, вы можете ждать, безусловно, но сколько это пройдет, а сколько это продолжит, я не помню, что он сейчас с девушкой, а, как бы, ну, другой, да, он своей девушкой не расстался, как я понял, как вы, ну, как вы сказали. Вот, и еще, ну, можно ждать, конечно, можно ждать, да, но сколько времени это займет, сколько времени это, а, а, сколько времени будет, сколько времени вы будете его ждать. Вот, это исключительно ваша, как бы, прерогатива решать, как вам делать дальше и как вам распоряжаться своим, своей жизнью своим временем. А, дальше, значит, эм, стоит обратно общаться, что это, стоит, чтобы что, то есть, ну, эм, если хотите, общайтесь, но для чего, опять же, эм, отдалиться, ну, а вы можете отдалиться, стоит ли мне общаться с кем-то или нет, ну, опять же, я не очень понимаю, почему вы у психологов спрашиваете, стоит ли вам что-то делать или нет. Эм, какой ваш, ваш внутренний конфликт, вот, что важно, понимаете, эм, ревность, вот, с ревностью можно поработать, эм, то есть, вот, ревность, это, заниженная эта наценка, как я уже говорил, эм, проблема, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот. И с этим нужно. То есть если с этим разобраться, то в общем и целом ситуация будет лучше. Что-то из того, если вы не будете ревноваться, к примеру. Чтобы вы не ревновались, чтобы вы не ссорились, да? Дальше. Я не знаю, как быть правильной мне. Открытость, эмоционально ранимая девушка. Вот с этим, с эмоциональностью, открытость и иронимость, и ну не работает. Это, в первую очередь, пожалуй, личные границы. Вот это, в первую очередь. В первую очередь, это личные границы между вами и другими людьми. Вот, между вами и участников, которые вы любите. Во вторую очередь, это фонооценка. Это собственная реализация. Вот. И, разграничение чувств, направленных на себя и на другого, в общем и целом, человека. А вот, эм... Вот вы говорите, что я хочу быть... Вы не говорите, что вы хотите делать человека счастливым. Хотя я уверен, что вы подразумеваетесь. Но это разная вещь. Хотеть сделать человека счастливым, хотеть быть с ним. Это разная вещь. Вот. Поэтому, вот тут, тут надо, опять же, эм... больше исследовать. А, вот. Ситуацию. Которую вы описали. Больше, именно больше изучать её. Исследовать её. Вот. А, в целом, у нас очень такие, достаточно, наверное, незрелые отношения. Там, если что-то говорите, да, что, эм... Значит, пять лет для нас своего лучшего друга. То есть, ну, понимаете, эм... Если вы любите своего лучшего друга, то уже не лучший друг. То есть, тут, эм... Просто, эм... Поймите этот момент. То есть, если вы любите, эм... Своих друзей, да? Если вы любите своих друзей, то... Как бы, ну... Это... Уже не другим. Это уже... Что-то другое. Да, вот. То есть, эм... То есть, эм... Вы по-прежнему называете... Чела... Человека... Своим лучшим другом. Вот. Хотя он... Лучшим другом... Вам... Не является... Уже... А вы по-прежнему называете его лучшим другом. Вот. Знаете, какая... Какая... Штука. Вот. Что здесь? Ну, здесь... Как бы идёт оторванность. Оторванность. Такая... Вот. Эээ... Реальность. К сожалению. Уже не другим. Как бы... В самом деле, это не... И вообще не другим. Вот. Дальше. Значит, познакомились с моим университетом. Учили с одной группой. Дружим с первых дней. Он умный, симпатичный, милый, веселый, смешной. Человек-праздник. Ааа... Я нереально счастлив, когда я нахожусь рядом с ним. Ну, а здесь вы говорите, опять же, не столько про него, а сколько про себя. Вы говорите, что я с ним счастлива. Я с ним счастлива. Я с ним счастлива. Я с ним счастлива. То есть вот. С ключевыми мельцами, что вы испытываете чувство. А... Счастье находят рядом с ним. Вот. Это. Не то же самое. Ааа... Что вы хотите делать человека счастливым. Это не то же самое. То есть, ааа... Говоря о том, что. Вы. Ааа... Чувствуете себя счастливы рядом с ним. И, говоря об этом, вы говорите об этом, что он дает вам то, чего вам не хватает. Это справедливо. Но если человек дает вам то, чего вам не хватает, то, вполне возможно, и скорее всего, вы становитесь зависимым. Если человек вам дает что-то, чего вам не хватает, вы становитесь зависимым от него. И, собственно, вы демонстрируете зависимость. То есть, без него вы не счастливы. Я влюбилась в него с первых дней нашего анаглоса, но я скрывала от него, к слову, на тот момент я не была в отношении, да и он тоже, я знал, что он нравится, только внешне, но и внутренне. По-особенному ко мне относилась, но кто-нибудь не познавлялся, но делал каких-то шагов. А вы, почему не делали шагов во время ссоры, спустя полгода, на эмоциях, я ему признал своих чувствах, это были приписки, он странно молчал, 5-7 минут, потом я не выдержал, сказал, забудьте, он сказал, да, так быть лучше, мне было больно, я не знал, как он после этого взрослся в универа. Вы ссорились с другом, на эмоциях, на эмоциях признались ему в своих чувствах, он промолчал. Все не сказал, вы сказали, давай забудем, с чем это связано, вот опять же вопрос. Ну, есть же, наверное, какие-то причины, почему вы предпочли забыть, условно говоря, эту ситуацию. Было бы здорово, разобрасывает. Так, значит, спустя месяц, во время летней сессии, я поднагдумал, что любил старшего курсника, начинал с ним общаться, я забыл об влюбленности к своему другу, но это мне было только на пользу. Как я тогда думал? Ну, вы все понимаете, что здесь у вас полная неосознанность происходящего с вами, потому что любите одного, влюбились точнее в одного, потом в другого, вот. И как-то это все, знаете, у вас, я бы сказал, довольно сомпанно, что ли, происходит. Вот, то есть, не работает это так, то есть, влюбленность, чувства к данному человеку не могут мгновенно перейти к другому, вот. По сути, вы переключились, да, вы, может быть, вы переключились, я с вами согласен. Ну, имеет ли, подобное, вот, ну, подобное, переключение, переключение, что-то общее с любовью? Большой вопрос. На мой взгляд, нет, не имеет. То есть, на мой взгляд, переключившись, вы, простите, так вот, если угодно, продемонстрировали, что ваша влюбленность имеет под собой потребностную сферу. То есть, именно сфера потребностей здесь играет роль. Это не плохо, что она играет эту роль, это не плохо, это не означает, что это плохо, но это означает, что чувства к мужчине продиктованы вашими желаниями, что к первому, что к второму. Эм, так, значит, спустя год, сегодня в кафешке я замещался, у меня были очень токсичные отношения, из-за которых я впала в депрессию, вдруг я ляпнулась, думал, если мы тогда надо встречаться, а что это вполне возможно было бы, возможно, этого всего и не было бы, на то он ответил ничего не поздно, я понял, что все время я готов к отношениям. Ну, опять же, у вас токсичные отношения, из-за которых вы впали в депрессию. Почему из-за отношений впали в депрессию? Есть у вас диагноз депрессия, в таком случае, потому что, ну, извините, но депрессия это заболевание, это психическое заболевание, которое диагностируется и корректируется, в том числе, врачом. Врачом, значит, психиатром, вот, врачом-психиатром и клиническим психологом, вот. То есть, если у вас депрессия, то, ну, это нужно диагнозировать. Вот. Дальше. А, значит, токсичные отношения. Что это значит? Что вы вкладываете в эту токсичность? А, дальше. Дальше. Вдруг я ляпнул, если мол, если бы с ним тогда нас встречался, этого всего не было. Что значит ляпнул? Вы чего-то чувствовали и чего-то хотели. Чего и что. Дальше. Мужчина сказал ничего не плохо, но, кстати, такая достаточно пассивная реакция, достаточно пассивная такая. Я поняла, что всё взаимно, что именно всё взаимно, если вас есть влюбленность к другому человеку. Всё взаимно. Ведь, знаете, здесь у вас одно взаимоисключает другое. Я был рад это слышать, что мне ничего не ответило, так как чувства, как мои парни были сильные. И сейчас я не могла представить отношения с своим другом, дальше продолжалась в этом ключе. Я страдала от своих отношений, не имея сил, не продолжалась их не разорвать. То есть, вы находились здесь в позиции жертвы. Соответственно, человека не готовы взять личную ответственность за свои действия, за свои поступки, за своё поведение. Личная ответственность, здесь нужно разбираться. То есть, значит, не имею сил, не разорвать отношения, не продолжать. Простите, а на что, на что ваши силы тратились или тратятся? Дальше, значит, я страдал от своих отношений, последнее было труднее, потому что я просто жила в какой-то роли мазохистской. Вот, это мазохизм, это опять же желание себя наказать. То есть, это такое произвольное чувство стыдя, которое у вас, возможно, имеет место быть. Так, значит, он, мой друг с Федором заботился, он меня всегда поддерживал. Любая врач, с ним все всплески эмоций, счастливых эмоций, с ними могу быть самая настоящая версия, самая зебя, что всё круче. Он любит себя с себя. Откуда вы знаете, что он любит эту версию? Откуда вы знаете, что он любит? Это первое. Второе, опять же, вы говорите про то, что он делает вас счастливой. То есть, это, как бы, опять же, про своя ощущение, но не про желание сделать счастливым его. Так, значит, сейчас просто обожаю дурачиться с ним, а не знаю, если что-либо в этом мире лучше, чем этот. Так, надеюсь, у нас есть с митомой любовной зависимости, идеализация мужчины. Вот, имеется в тем, запрет на счастье с этим мужчином чувствуется. Так, значит, любая встреча не была убеждена в своих далеко не счастливых отношениях. Вот, то есть, вы опять же здесь в треугольнике Карпмана. Изучите треугольник Карпмана, пожалуйста. Называется драматический треугольник Карпмана. Вот. Пусть я повторяю, на последнем курсе как-то переписываюсь, мы заговорили о нас, но опять как-то заговорили о нас. То есть, просто взяли и заговорили. Понимаете? Да? То есть, опять, полное у них сознание, что вот все происходит. Он сказал, не смотря на тот момент, что у него была девушка, что я могу любить, но в любой момент, когда я буду готов, все изменится. Я хотел, чтобы все изменилось, но в другой стороны был мой парень, который на тот момент очень изменился ради меня, заботился обо мне. Любой разговор о прекращении отношений, это мне очень больно. Здесь опять четвертый, чувство вины и вы даже не замечаете, что наш друг, он в общем-то готов брать за свою девушку. То есть, у него с ними отношения, он готов её брать. И вы не думаете о том, откуда у него такое отношение к девушке. К своей. Ну, вот. Понимаете, да? То есть, вы просто, по сути, боитесь близости. И постоянно ждёте, что за вас кто-то принят решение в жизни. Ну, прошёл общаться с своим парнем, она своя девушка, общалась, светилась, никогда не что ни с чем не бывало. Пошёл год, я окончательно общался с своим парнем, он ещё нет, хотя не любит её, несчастливых нет, так как откуда вы знаете. Он говорит, что не может быть со мной, потому что именно на второй дом, то на второй дом. Наверное, где-то после этого он может и жениться, то есть, он не хочет потратить в моё время. Он занимает меня на один год, мне в год 23. Так, ну, это классическая отмазка, что он не хочет потерять ваше время. То есть, в отношении, что быть можно, с другой девушкой быть можно, а с вами нет. Ну, это двойный стандарт. Так, ну, вот, в принципе, всё, наверное. Что я хотел вам сказать, да, значит, сибирматический трюкгольный кармин изучите. Вот, и дальше, дальше я всё-таки думаю, что вам надо заниматься терапией личной, вот, и разобраться в своих чувствах. Потому что любовь, если есть, она не очень в чистом виде, совсем не в чистом виде. На этом всё, надеюсь, что помог, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.